Добрый вечер, Славутич. Давайте подведем итоги этого сумасшедшего дня. Сначала итоги по Славутичу. Нет, мы не проводили экзитпола, хотя у нас есть очень интересный экзитпол, и я вам его чуть позже заскажу. Итак, по Славутичу проголосовало практически ровно 65% на каждом избирательном участке. В общей сложности Славучан проголосовало 11 682. Кто, с точки зрения Славучан, победит, об этом я скажу после, в конце нашего монолога. У нас есть свой экзитпол, очень даже интересный. А сейчас сразу зададим экзитпол, который был у канала 1 плюс 1. Зеленский, 30,1, Порошенко, 18,5, Тимошенко, 14,0, Бойко, 9,1, Горисенко, 7,6. Есть национальный экзитпол, Зеленский, 30,4, Порошенко, 17,8, Тимошенко, 14,2 и Бойко, 9,8, Горисенко, 7,1. Ну, примерно вот такая же тенденция, она сохраняется везде. Зеленский на 14% опережает Порошенко. Но в то же время и Зеленский, и Порошенко, получается, выйдут во второй тур. Очень интересная есть информация, которую брали экзитполы на Востоке. Вот там все равно побеждает Зеленский, 30,7, но на втором месте Бойко, 27,2. На третьем Порошенко, 9,6 и на четвертом Тимошенко, 7,3. Вот такие, в принципе, информацию такую я могу вам выдать. Еще интересно, наверное, будет сказать о том, что пока, к сожалению, почему, я не знаю, но общее количество процентов проголосовавших по Украине есть только на 15,00. И там процент проголосовавших по Черниговской области 48,7, по Киевской 46,8. Как видите, мы в данном случае дали вам в самом начале самую важную информацию о том, что у нас проголосовало 65% избирателей. Интересно сказать, что на предыдущих выборах Порошенко в 2014 году проголосовало 51,4%. Поэтому вот такие, вкратце, результаты. Ну и сейчас, ну он практически первоапрельский. Подай мне, пожалуйста, вот эти. Вот дальше. И еще один листочек, пожалуйста. Мы проводили тоже своеобразный экзит-пул, точнее, я бы назвал это входной экзит-пул, как проголосуют славычане. У нас получились такие результаты. С точки зрения молодых славычан, потому что, к сожалению, более старшие славычане на вопросы не отвечали, уходили от ответа, говорили, вы не имеете права и так далее. Поэтому у нас как бы экзит-пул для славычан от 20 до 40. На первом месте у нас Зеленка, Зеленский с 50%. На втором месте, как на западе, Бойко, как на востоке, как на востоке страны. На втором месте Бойко, 7,5%. А на третьем месте Гриценко, Вилку и Смешко. Они взяли по 5%. И только шестое и седьмое места разделили Порошенко и Тимошенко. Но это было бы понятно, если бы это подтвердилось, скажем, какая пара выйдет во второй тур. Вот здесь вот славычане дали, в общем, очень интересные результаты. Вот с точки зрения славычан во второй тур должны выйти Зеленский и Тимошенко. Так проголосовало 36%. На втором месте Зеленский и Порошенко. Так проголосовало 17%. Третье место Бойко и Порошенко должны были выйти, с точки зрения славычан. Ну, пара, которая должна была выйти, ну, занявшая третье место. И на четвертом Тимошенко и Порошенко. Вот такие результаты голосования по Славутичу и непосредственно по Украине. Еще раз напомню, результаты голосования по Славутичу у нас есть информация о том, что проголосовало 65%. 11 682 славучанина проголосовало на наших избирательных участках. В принципе, очень приличный процент. Ну, а окончательное решение, кто же в Славутище проголосовал, за кого, мы, я надеюсь, дадим вам в 8 утра. Возможно, в 9 или в 10. Как только на избирательных комиссиях подведут итоги, мы сразу вам сообщим. На нашем канале, в YouTube-канале и в Facebook. Спокойной вам ночи и ждем до утра результатов.